Заведем страничку, ты не будешь бриться в ванной, я не буду пердеть, ты будешь мыть посуду, а я в Алакас осмотреть сейчас и впредь, у нас все будет хорошо, прошу тебя всего лишь дать мне шанс один еще. Так, что тут у нас за новый Брэдс? Ну-ка, сейчас посмотрим. Да. Друзья, всем привет. Мы находимся с вами в самом центре столицы, около ЦУМа. А мы приехали сюда, чтобы задать стандартные уже вопросы, снять вторую серию по нашему дорогому Владу Валакасу и заодно уточнить у людей, которые разбираются в одежде и моде, что это за лук и какой человек его носит. Желаю вам приятного просмотра. Скажите, пожалуйста, привет. Вы знаете этого человека? Здравствуйте. Нет. Как вы думаете, какими чертами характер может обладать человек с таким лицом? Ну, первое, наверное, лезет злость, да, какая-то такая, ну, что-то злое, но я думаю, не так. Так, я думаю... Что-то нарушил, я не знаю. Что у него? Ну, он, наверное, что-то нарушил, и я, ну... Зависть, наверное. Так, а человек вот с этим лицом? Ну, он кажется добрым. Ну, да, кажется веселым, добрым, харизматичным человеком. А вот с этим лицом? Умным, если что я могу сказать. Даже не знаю. Человек как человек, я не могу сказать его. А еще каким-то качеством, там, может быть, строгий он, нежный, может быть, наоборот. Справедливый такой вот, справедливость в его глазах. Я бы тоже так сказала, да. А чем такой человек может по жизни заниматься? Добрыми делами. Он может помогать решать чьи-то проблемы. Сможете ли вы сказать, что за... Это за наряд, и какой человек его носит? Вот прям по деталям одежды. Наверное, нет. Я даже не знаю. Первый раз вижу такие... Ну, может быть, не первый раз, но бренда не назову. Нет, я не про бренды, вот, давай попробуем по деталям разобрать. Вот, например, про туфли, что вы можете сказать? Ну, достаточно человек средних лет, наверное. Наверное, каким-то делом занимается. А про жилетку? Она, кажется, что человек-строитель. Я не знаю, что сказать. Строгие туфли. Ничего, что это рыбацкая. Но все так как-то странно расположено. То есть строгие туфли и какая-то более уличная жилетка, которую на какое-то строгое мероприятие не оденешь. Поэтому не могу сказать. Жилетка какая-то, да. Футболка очень помятая. Я бы не вышла в такой на улицу. Неопрятно. Один человек. Привет, знаете ли вы этого человека? Эй, салага. Чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Prefire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Prefire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не озолотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Нет. Какими чертами характер может обладать человек с таким лицом? Возможно, некой грубостью. Ну, не знаю. Может, он добрый. Секс-машина. А человек вот с таким лицом? Искренностью. Да, искренностью. А вот с таким лицом? Наверное, интеллигентностью. Ну, добротой немножко, такой застенчивостью. Как вы думаете, чем может заниматься этот человек по жизни? Может быть, он снимает какие-нибудь блоги, интересуется чем-нибудь. Я блог хочу писать. А про что, если блоги, то про что? Взятых действий. Возможно, какая-то научная жизнь. Можете ли вы оценить лук и прям по предметам одежды сказать, что это за человек и чем он занимается? Я сомневаюсь, что я смогу ответить на этот вопрос, но по жилетке я бы могла сказать, что это какой-нибудь рабочий человек. Возможно, он занимается чем-нибудь с механикой связанная. Но по заднему плану я могу сказать, что там музыка присутствует в твоей жизни. Музыка присутствует. Байкер-музыкант. Не знаю. Байкер-музык. Ну-ка, музыкальный как будто. А больше, если музыкальный, то больше рокер или рэпер? Рокер, мне кажется. Согласна. Зашла лакос. Хорошо, спасибо. А вот этого человека? Честно, вот знаю по лицу, но вот не вспомню, кто это, честно. А вот этого человека? Тоже по лицу знаю, но не вспомню. Как ты думаешь, какими чертами характера может обладать человек с таким лицом? Вот это очень хороший вопрос, на самом деле. Ну, знаете, мне кажется, добрый парень. По глазам вижу добрый. А чем занимается в жизни? Вот этого сказать не могу по лицу, честно. Ну вот, если это задник, то это, ну, завод какой-то. Попробуй по предметам гардероба сказать, что это вообще за человек, чем он занимается. Ну, музыка занимается, смотрите, по предметам гардероба, либо стример. А жилетка? Жилетка? Ну, это уже сложнее ответить, честно. Вот ничего не могу сказать по жилетке. А про туфли? Тоже. Про футболку? Тоже так же. Про джинсы? То же самое. Просто, ну вот. Если по обстановке, то стример либо треки пишет, не знаю. Не уверен. Я знаю, что он из мемов. Из какого? Не знаю, не какой-нибудь, а Боба. Любителям маленьких девочек. А Боба. Че, бля? Я предположу, что он делает запись каких-то звуков. Каких, например? Ну, знаете, там, не знаю, кто-нибудь, какой-нибудь фасанчик захочет записать рэп. А он такой. Я тебе запишу, а ты заплати мне копеечку. Привет, знаешь ли ты, что это за человек? Да, это американский стример. У него канал на ютубе с 2007 года. Кстати, у меня с ним было. А что это за парень? А это какая-то хуйня. А знаете ли вы этого человека? Блин, ну как будто бы знаю. Ну, он похож на этого Батрудинова. На Батрудинова. Понял. Какими чертами характера может обладать человек с таким лицом? Ну, он, по идее, мне почему-то напоминает человека, который может писать музыку. Такой. Много работать. А музыку в каком формате? Ну, что-то такой технарь какой-нибудь. А именно черты характера? Там злой, добрый, нежный, веселый? Вдумчивый такой, трудяга мне представляется. Такой, как бы, кропотливый труд. А как вы думаете, что могло случиться у человека, что он сидит вот с таким лицом? Не выспался. А еще? Не знаю, украли что-то. Да нет, ну, грустный, но я тоже могу быть такой грустной каждый день. Понял. А как вы думаете, чем занимается человек по жизни, у которого, который вот такую одежду носит? Ну, музыкой, музыкой. Ну, наверное, какой-то, ну, что, это какой-то, это студия. А какая музыка? Ну, это уже рок. То есть это рокер? Ну, какой-то рокер, панк. Человек вот в таком наряде, чем может заниматься? Да тем же самым. Не знаю, ну, тут ничего не понятно. Ну, пижамные штаны, эклектика. Тихо, блин. Пижамные штаны, эклектика. Это не пижамные, да. Там еще какое-то, это, как будто бы, кресло компьютерное. Не знаю, в доту играть. Привет, знаешь ли ты этого человека? Знаю, конечно. Как зовут? Ушастик. Абсолютно верно. Как ты думаешь, какими чертами характера может обладать человек вот с таким лицом? Скорее всего, он обсаженный. Очень добрый, очень позитивный. Вообще, мужик красавчик по жизни. Возможно, людям помогает. А как ты думаешь, что могло произойти у человека, что он вот с таким лицом сидит? Просто, может, плохо стало человеку, я не знаю. Зато он в машине, вижу, он по-любому богатый, у него своя машина есть. У него часы, Apple Watch. Значит, он работает. Может, там что-то стало по жизни у него. Немного так дал, может, здесь чуть-чуть, 20 грамм. И ушел кучу в голове у себя. Понял. А человек в таком наряде, чем может заниматься по жизни, как ты думаешь? Это Стэдхэм, по-моему. Джейсон Стэдхэм? Джейсон Стэдхэм. По-любому. Окей. А человек вот в таком наряде? Ага. Это? Это по-любому наш пацан дагестанец. Пацан дагестанец. Салам, кирли. По-любому наш пацан. Понял. Как я одеваюсь в железке. Как будто там в клубе играет, по-любому он геймер. Может быть, киберспортсмен. Все зависит от общества, понимаешь? Такая суета там. Как он? Знаешь ли ты вот этого человека? Это что за суета? Чебурашка, клянусь, ты похож на чебурашку, отвечаю. А как ты думаешь, какими чертами характера может обладать человек вот с таким лицом? Да уж курит, по нему видно. Ну, он киберспортсмен, у него... Это что за суета у него тут? Это кофемашина. А, да? Кофейник, значит. Борис. А что могло произойти в жизни человека, что он с таким лицом сидит? Ну, я тебе отвечаю просто, ну... Ну, бля, накурился, просто думает о жизни, загнался, не разгоняется, просто лежит. Я так обычно делаю, я всегда. А чем может заниматься по жизни человек вот в такой одежде? Я отвечаю, да, отвечаю, понял, да? Ну, такой понял, он этот, понял, певец, актер, а, у, там, тема. А вот в этой одежде человек чем может по жизни заниматься? Киберспортсмен, сразу видно, у него сзади стул этот, так, занимается чем-то, может, петю, пе, а, у, там, тут арбитражник, темочек. А можно привет передать, да? Да, конечно, вот в камеру. Тебе привет. Спасибо. А здравствуйте, знаете ли вы этого человека? Нет. Ну, что-то знакомое. Как будто бы из-за сна, возможно, из каких-то мыслей. Вот то же самое, да, то же самое. А каких мыслей? Ну, вот больше из сна. Он похож на Маника, на самом деле, на какого-то судимого человека. Какими чертами характера может обладать человек с таким лицом? Хорошими, нет. Тут приятная внешность такая, милая. На ты танцайтика похож. Думаю, что он прямолинейный, отзывчивый и добрый. А чем по жизни может заниматься человек, который ходит вот в такой одежде? Ой, ну, на самом деле, по одежде судить неправильно. У каждого свой стиль. Но тут что-то более возможно. Человек хочет показать себя опасным каким-то, сильным, возможно. Что-то такое. Мне кажется, что этот человек может заниматься рок-н-роллом. Потому что, я не знаю, схожесть какая-то есть. Металлом. Да. Металлом воруют, в смысле? Нет, металл он играет. На электрогитаре. А человек вот в такой одежде чем может заниматься? А вот тут я уже вижу геймерское кресло. Скорее всего, киберспорт. Ну да, то же самое очень, потому что похоже. Домашняя одежда такая вроде удобненькая. Сзади кресло. Вижу стол. Ну, скорее всего, киберспорт. Здравствуйте. Знаете ли вы этого человека? Ой, конечно. Он мне снился. Чувак. Да, мне тоже. Сегодня. Как зовут его? Олег. Альберт. А как вы думаете, какими чертами характера может обладать человек с таким лицом? Киберспорт. Он играет в Доту-2. Чувак. А черты характера там? Доброта, нежность, злость, а... Агрессия. 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 Пассивная или активная? Активная. Да, активная. А что могло произойти в жизни у человека, что он сидит вот с таким лицом? Мама не пустила. Мама умерла? Мама пустила в школу. Мама погнала в школу. Да. Чем по жизни может заниматься человек вот в таком наряде? Ой, это панк. Это гангстер. Американский гангстер, панк, эмо. Американский гангстер, панк и эмо. Занимается метал-джазом. Метал-джаз. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Метал-джаз. Понял? А человек вот в такой одежде чем может заниматься? Он, он мамкин сыночек. Киберспортмен, там стул стоит. Пиздец. Компьютерный стул. А знаете ли вы этого человека? Не, ну, вы видели. Я не знаю. Здравствуйте, нет. Да. Да. Что-то видели где-то. Как вы думаете, какими чертами характера может обладать человек вот с таким лицом? Мне кажется, такой скрупулезный человек какой-то. Немного... Ну, как ты считаешь? Мне кажется, если ты такого человека выбесить, то он очень сильно такой раздражительный. Ну, в общем, не очень приятно выглядит. Но при этом как будто бы, как будто бы тихоня. В тихом аммуте черти водятся. Вот оно вот такое. Игроман какой-нибудь. Ну, добрый, возможно. А он мужественный больше или женственный? Женственный. Нейтрально. Наверное, что-то в музыке. Нет, нет, именно черты характера. Добрый, злой, нежный, женственный, мужественный. Наверное, добрый. Добрый, да, да. А еще какие черты характера? Спокойный. Не конфликтный человек. Какой-нибудь. Романтичный, понял. А как вы думаете, что могло произойти в жизни у человека, что он сидит вот с таким лицом? Ну, загрустнул. Кто может, что-то его обидел. Или что-то у него случилось плохое. Опоздал на самолет. Да, кстати. А куда летел? Ну, куда-нибудь. В Дубая. Ну, нет, в Дубая так не летят. Наверное, что-нибудь не туда. Ну, может быть, на какой-то там. На поезд опоздал, да. Вот, на поезд опоздал, да. А поезд куда? А Владивосток. Опа. Радоваться надо семь дней, не придется ехать. Потери близкого человека, может быть. Безвозвратная? Безвозвратная. Девушка, наверное, бросила. Долгу в кучу, не может расплатиться, наверное. Покурить закончилась. Ну, день не получился, не знаю, не устроен ноги встал. А как вы думаете, чем может по жизни заниматься человек вот в такой одежде? Может, он музыкант? У него там сзади, потому что всякие шнуры, колонки стоят. Мне кажется, что это такое. И вот еще, кстати, по-моему, в студии звукозаписи такие, стены. А что за музыка? Мужка это рок. Рок. Замену шин. Чё, бля? Спортом. Спортом. Каким? Тяжелоатлетикой, наверное. То есть мощный, да, такой? Да, да, да. А человек вот в такой одежде чем может по жизни заниматься? Ой, ну мне кажется, это какой-то дотер, вон кита, да, геймерские кресла. Мы смотрим на одежду, мы смотрим на фон. Да. Ну, одежда подтверждает, да. Дотер какой-то. Либо стример. Вот стример может быть тоже. А дотер хороший или плохой? Ну, дотер хороший, они же, много денег у них, они выигрывают на интернешнале много миллионов долларов, поэтому, наверное, ну, хотя они скромные все. Короче. То есть он выиграл миллион долларов на интернешнале и такие штаны купил? Ну, у него, наверное, комп хороший, а на штаны им пофиг, на одежду. Они же дома сидят. Все знаменитости ходят вот так вот. Которые очень богатые. Они очень просто выглядят. Ну, играет в игры, ну, там же стулья, там, в ПК-клубах. А в какие игры? Папк какой-нибудь. В War Thunder. А человек вот в такой одежде чем может заниматься по жизни? Кайфовать, наверное, не? Что по кайсу делать, наверное? Играть в компьютер. Ну, просто там я вижу компьютерное кресло. А в какие игры? Не знаю, в КС, наверное. Рота, КС. Папк. Нормально было бы вообще. Мобайл? Нет. Ну, на компьютер. Привет, знаете ли вы этого человека? Знакомое лицо, но нет. Вроде да. Как зовут, не вспомните? Нет. Нет, ну, явно мужское имя, наверное. Да. Как зовут? Клад Валакас, о.к. Денис Сухачев, о.к. Самарский черт. Не знаю. Как его, стример? Клад Валакас. Нет. Я его где-то видела, но не могу вспомнить, где. Как ты думаешь, какими чертами характера может обладать человек вот с таким лицом? Нежность. Нежность, сухость. Ну, вот тут отлично вижу даже, да. С таким лицом. А что у него с лицом не так? Я не говорю, что что-то не так. Мне просто интересно по чертам лица. Можете ли вы понять, какой у него характер, какими чертами характер он обладает? Ты как, думаешь? Умный, наверное. Такой мыслительный человек. Мне кажется, он какой-то, может, инженер. Что, у него какие-то штуки какие-то. Может, он рэпер? Может, он рэпер. Может, он да, может, он что-то пишет. Фиг знает. Мне кажется, хорошими. Ну, взгляд такой. Такой какой-то усталый взгляд, не знаю, честно. Ну, всякими разными. Какими хорошими? Ну, не знаю. Мне кажется, он добрый, отзывчивый. Просто уставший на фото. Ну, я так же считаю. Что могло в жизни произойти у человека, что он вот с таким лицом сидит? Не знаю даже. Видимо, что-то защемило. Что у него такое лицо, ему что-то защемило. Правильно понимаю? Думаю, да. Ну, в поседимости, да. Бросила девушка. Да, я солидарен. Девушка бросила. Депрессия в ноль лет. Ну, я считаю, бросила девушка. Ну, либо смерть кого-то. А если бы вы были его девушкой, если бы вы были его девушкой, и он вот с таким лицом ходил, вы бы его бросили? Да. Да. Мотоблоки конструировать, видимо. Ну, вот тут еще обувь такая интересная, под такой стиль одежды. Я даже не знаю, где это может появиться на людях. Ну, кроме как в той комарке. Писать рэп. Ты, б***ь, четыре голланды. Да, может быть, писать рэп, может, ну, рокер. Может, он идет на свидание. Может, он идет на свидание. И ему... Ну, на студейке, видишь? Ну, да. Да. Музыку пишет, сто процентов. Работник, возможно, настройки. Все, да? Да, да, да. А если музыка, то какой? Рок. А как вы думаете, чем занимается по жизни человек, который носит такую одежду? Это... Материца можно? Это вообще п***ц. Я не знаю, чем он занимается. Но это просто охуеть. С ним... Ну, он умрет в детстве. Там вообще п***ц. Мне кажется, он наебывает бабушек и дедушек, и п***ц, и забирает их в пенсию почему-то. Слов нет, это п***ц. Одни эмоции. Это Кларбалатец. Бунт-бунт. Да? А? Вот это мне ее... Пусть напишет мне ВКонтакте. Кларбалатец. Бунт-бунт. Да? А? Не, ну, ладно. Все, в принципе, нормально. Все, я как бы... Ну, в принципе, да, я посмотрел, я поставил свой вердикт. Все вроде нормально. Никто п***ц не получит, кроме одного четырехглазого. Один там, конечно, бэканул. А вот эта девочка, последняя путь ВКонтакте напишет. Мы с ней встретимся. Ну, более как-то детально обсудим это все. Ну, спасибо, спасибо. Приятно было услышать, конечно. Но некоторые моменты, естественно, да, не понравились. Вот. Ну, ничего. Четыреглазый, я тебя запомнил. Все. Да. Все четыреглазый. И что мы узнали из этого? Дед Хач, ДТР, явно любит покурить запрещенку. Отбирает пенсию у бабушек. Также репер. Это б***ь позор. Не понял. Дед, как тебе? КТТ, ПСД. В чем прэк? Что за бред? Не понял. А в чем концепция? Ха-ха-хай. Не, я понял, что-то с превью с видео, что-то ты, типа, лежишь. А унитазы там какие-то странные, фотки перечернутые какие-то. В чем концепция? А, да типа, чела в жопу в***ли в сортире или что? Что-то я не понял, блин. Плэк? Что-то я не понял. Уд Turk патри. у и любит